В эфире новости 24 Керчь в студии Светланы Ермельченко. Здравствуйте о событиях восточного региона. Далее в выпуске. Вернуть на маршрут. Почему в село Костырино не заезжает общественный транспорт? Загадки истории. Кто оставил в штольне Ташкалак? Напоминание о береговом подразделении Черноморского флота. Отрезаны от центра в село Костырино под Керчью. Третий месяц не заезжают автобусы. Почему транспортное сообщение прервалось? Будет ли оно возобновлено? И как сельчане справляются с проблемой сейчас? В сюжете Кристины Красюк. Село Костырино расположено на юго-востоке полуострова. Численность небольшая, всего 20 человек. Связь с другими населенными пунктами зависит от работы общественного транспорта. Из Костырино в Керчь ведет одна дорога. Расстояние от населенного пункта до города 20 километров. Сейчас сельчане добираются до нужного места на попутках и такси. Однако такие поездки может позволить себе не каждый. Единственный автобус перестал заезжать в поселок в конце прошлого года. Анатолий Бородин вместе с супругой уже на пенсии. Выезжает в город только по острой необходимости. Чтобы поехать в поликлинику, мне надо нанять машину. Он меня за 200 рублей вывезет на Заветнинский автобус. А потом я назад буду возвращаться еще за 200. Вот это езжу в поликлинику и один раз на рынок. Мы ездим с семьей, тоже нанимаем машину. С трудностями столкнулись и в психоневрологическом диспансере, где на лечении находится 100 человек с разными диагнозами. Чтобы попасть на работу вовремя, сотрудники медучреждения скидываются деньгами. Нужно оплачивать услуги частного перевозчика. Добираемся кто как может. Вот завтра нам, вот нас 4-5 человек с города, нам завтра уехать не на чем. Бывает вот на смену один человек, у кого есть транспорт. А нас, допустим, 6 человек в смену. Прежний перевозчик отказался выходить на маршрут, посчитал экономически нецелесообразным. Спустя три месяца в профильном министерстве заключили договор на перевозку пассажиров с Ленинским автотранспортным предприятием. С пятницы у нас выходит один автобус на рейс. Он будет ходить два раза в день. Это очень удобно для жителей, удобно для работников. Вопрос транспортной доступности решают и в других селах Ленинского района. Новые автобусы марки Лиас в Приозерной опустили месяц назад. Автобусы вообще очень удобные, комфортабельно, все нормально, все замечательно. Всего по поручению главы Крыма на пригородные рейсы с начала февраля вышли 15 современных машин. Они курсируют сразу в нескольких направлениях. В Багерово, Горностаевку, Чистополье, Бондаренково, Приозерное, Войково и Заветное. Кристина Красюк, Александр Коваль, Новости 24, Ленинский район. Платить и экономить. С 1 апреля в Керчи начнет действовать дифференцированный тариф на воду. Как теперь будет рассчитываться стоимость подачи ресурса? Есть ли преимущества у нововведения? Расскажет Дарья Зимина. Сэкономить деньги при расчете оплаты за воду жители города Героя смогут только если в их квартирах установлены счетчики. Для тех абонентов, которые в месяц тратят до 3 кубических метров, цена составит 25 рублей 24 копейки из расчета на одного человека. Последующие два куба будут стоить 31 рубль 55 копеек. Если объем потраченного ресурса превысит 5 кубов, стоимость вырастет до 78 рублей 88 копеек. За 7 и свыше горожане будут платить сверх нормы по 173 рубля 53 копейки в месяц. Мы сейчас проводим оповещение жителей, чтобы они пришли, обратились к нам в абонентскую службу и сверили данные по количеству проживающих, которые у них проживают фактически с теми данными, которые есть у нас в абонентской базе. Дифференцированный тариф направлен на рациональное использование водных ресурсов. В Керчи этот способ расчета будет действовать во время курортного сезона. В октябре жители вернутся к прежней схеме оплаты за услуги водоснабжения. Изменения не распространяются на водоотведение. Дарья Зимина, Владимир Беленко, новости 24, Керчь. Необычный артефакт под Керчью поисковики обнаружили в каменоломне Ташкалак плиту с названием артиллерийской батареи 29БИС. Эти две точки разделяют 40 километров. Каким образом и кто оставил в штольне напоминание о береговом подразделении Черноморского флота, узнавала Екатерина Рябова. На первый взгляд в скальной гряде в 20 километрах от Керчи ничего необычного. Только вблизи можно увидеть многочисленные спуски под землю, местами заваленные тяжелыми глыбами. До войны в каменоломнях добывали ракушечника. С 1942 года здесь располагался немецкий склад. Держали тут и военно-пленных на стенах многочисленные надписи, короткие, наполненные болью и страданием истории. Вот Виктор Гайдаев, уроженец станицы Абширонской, пишет. Попал в каменоломне в 19 лет, в 1944 году. Били больно. Так описывает свое пребывание в плену красноармеец. Входы в каменоломню Ташкалак взорвали при отступлении немецких подразделений. Сегодня эти штольни наименее изученные на Керченском полуострове. До сих пор здесь находят остатки снаряжения, предметы быта, одежду, оружие. Но камень с указанием батареи 29БИС удивил исследователей. Сначала особенно, ну, внимания не обратили на это, но при более близком рассмотрении обнаружили надпись, удивлены были находкой. Береговая батарея 29БИС в селе Челядиново находится в 40 километрах от штольни. Мощное артиллерийское сооружение уничтожили в первые дни войны. Это сделали для того, чтобы враг не занял выгодную точку на побережье. Состав успешно эвакуировали. Специалисты задались вопросом, как надпись с указанием этого подразделения обнаружили в каменоломне Ташкалак. Предположительно, по 41-му году, при наступлении, все-таки кто-то из членов экипажа был направлен на Крымский полуостров и участвовал в боях. Каменную плиту передадут общественной организации. Для дальнейшего изучения выяснить судьбу экипажа артиллерийского подразделения помогут и архивные данные. Сам же артефакт представят в музее. Екатерина Рябова, Сергей Маренко, Новости 24, Ленинский район. Это вся информация к данному часу. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин